здравствуйте дорогие друзья наконец-то наконец-то блин прошла наша такая долгожданная лайв коллаборация трансляция интервью ё-моё своим участием у ребят из ketogenic diet на их профиле в их инстаграме елена и валерий огромное вам спасибо ребята за классные вопросы за замечательное время которое мы с вами уделили друг другу ребята сегодня как и обещал я заливаю первую часть этого лайва этой коллаборации мы решили с нашим администратором иваном кстати если он вам пишет ребята в комментариях отвечает ссылками либо словами этот человек которому можно доверять это наш администратор прислушивайтесь к его мнению так вот мы решили с иваном разделить этот лайв который длиною получился на 60 минут мы решили разделить его на две части первое выходит сегодня а вторую мы выпустим завтра естественно потому что у ивана очень толковые ресерчи и исследования по поводу очитаема удержания в общем вам это абсолютно не нужно ребята так будет лучше сказал иван значит делаем так первая часть сегодня минут 25-30 посмотрим как получится а вторая часть у нас выйдет завтра приятного просмотра и до следующего выпуска и кстати друзья мои ё-моё я же постоянно забываю сказать пожалуйста если вы у нас не подписаны на канал нажимайте после видео будет ссылка кнопка на возможность подписаться на канал и естественно будет ссылочка еще на предыдущее видео если вы его не смотрели нажимайте на нее тоже всем хорошего просмотра и и тебе спасибо что ты там попал вообще ты молодец я хочу со всем ребятам кто нас уже собирается хочу сказать что у нас в эфире сегодня на сегодня при его эфир с одним супер мужиком еще один на супер мужик супер тренер спец по голоданию а еще а еще счастливый отец и муж и вообще вот все ребята уже от тебя рады и говорят что ты нереально крутой только говори громче громче просят да вроде все нормально я прекрасно вас слышу связь вроде отлично ребят ребята посмотрите телефона со стороны кнопочка громче сделать есть да все нормально слышно вот так что все отлично окей вот но у нас уже 25 человек чёп папа еще по морозе по папа по морозе подождем чуточку услышно когда мы это с вами зальем на наши каналы вообще посмотрят я не знаю какое-то количество я думаю первые сутки две-три тысячи человек нас точно посмотрят давайте же давайте же к делу тогда начнем с того вот наверное самый интересный вопрос расскажи как всем будет интересно как ты дошел до этой жизни докатился до нее вот тема периодического голодания она для меня идет рука об руку моим вообще экспириенсом да и опытом по жизни как натурального атлета я всегда подчеркиваю человек который занимается и не использовал никогда своей жизни допинг и который хочет добиться каких-то результатов рано или поздно приходит к умозаключению что да нихрена не работают схемы которые во всех журналах пишут которые показывают на этих блин лживых каналах ютюбе потому что для натурал это схема абсолютно другая и питание другое и тренировки другие не занимаясь боже мой лет 16 наверное именно в зале понимает занимался всегда спортом но дойдя до отметки в девяносто семь килограмм девяносто шесть я понял что что-то не так как бы жир двадцать семь двадцать восемь процентов и историю как они нам всем обещают вот банки по 55 и при этом процент жира восемь это ну я этого не вижу используя методики журналов опять же профессиональных атлетов и тут я начал думать со стороны человека который не колет себе андрогенные иначе сказать начал просто думать для начала что важнее показать это все ты можешь не только как бы в зеркале да и на пляж ты выходишь ты как вроде жирные сильные это называется и как избавиться от этой истории с постоянным перееданием вот здесь я начал думать о своих гормонах у гормонов роста вот это стороне о том как это все работает и последние пять лет я наверно работаю над схемой как повысить эти гормоны для натурального атлета до каких-то адекватных значений опять же мы не говорим сейчас да если нормальное значение для натурального атлета опять же по какой схеме меряется до 8 если в россии мы там говорить опять много разных схем от 2 до 8 если у меня отметка всем с половиной я буду очень счастлив но когда я смотрю на анализы ребят которые полют эту хрень это не 2-8 это 80-120 130 140 вот такие отметки сумасшедшие и в одном из своих последних видео на канале я говорил о том что связано тестостерон не имеет ничего общего с свободным тестостероном именно от свободного растут мышцы и все эти вещи которые нас так интересуют в виде выносливости и сколько ты можешь поднять это все свободный тестостерона связаны это сперматогенез это функция воспроизведения это другая история и начав экспериментировать с питанием я понял что отказавшись от завтрака я не умер мои силовые не упали до пола отказавшись от приема протеина дополнительного я не рассыпался от катаболизма и дальше дальше годы 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 экспериментов и сейчас я встречаюсь с вами у меня сейчас двадцать седьмой наверное час голодания где-то так я не выгляжу как человек при смерти нет ты очень активный что же будет если его покормить жир уходит а мышцы остаются вот это потрясающая фантастика которой я пришел экспериментируя и мы стали на кон те постулат и те мысли то есть ту идеологию которую нам навязывают ты не поел ты рассыпался однозначно это факт тогда когда у тебя опять же повторяюсь и гормоны не свои и когда у тебя кортизол повышенный особенно после курса анаболических андрогенных все это история для ребят не для нас когда мы говорим о нас одного раза сбалансированного питания двух трех пауза между едой должна быть 16 часов минимум и тогда тут ребята извини перебил ребята начали угадать на чем же ты все-таки работаешь кокс кокс медовики или авокадо вот сейчас я вам покажу вот моя вот моя чашечка и здесь осталось немножечко кофе а все то есть кофе который я завариваю сам заварной нерастворимая хрень из банки потому что это не кофе это средство для убийства своего желудочно-кишечного тракта своего давления а настоящий заварной кофе это полезнейший напиток слушай твоя жена наверное как я очень счастливая действительно практически вообще лишена что ты имеешь ввиду ну что не надо готовить около плиты стоять вот то есть у вас прекрасные отношения но я вообще ем 6 раз в неделю да я тоже я в этом плане ты счастливы да поэтому мужья при переходите на интервальное голодание женщины пропагандируйте его залог семейного счастья я хочу сказать что я стараюсь не только делиться знаниями да о и гормонах и тренировках и питании а непосредственно и готовиться я очень люблю готовить и на моем канале мало видео тогда когда я снимаю процесс создания каких-то блюд опять же одобренных протещенных мной но я думаю мы будем делать больше и снимать будем больше потому что кулинария для меня это огромное хобби которое я обожаю обожаю готовить отлично вот смотри теперь начались провокационные вопросы говорят что ты плохо отзывался а кета прекрасные вопросы очень хорошие тему непосредственно перед лицом господа скажи правду я говорил и придерживаюсь до сих пор своего моего мнения о моем тесте на себе кета для меня не дает того результата который я вижу на моих учениках и опять же я для себя не делаю выбор в сторону кета но для моих учеников я делаю выбор в сторону кета и палю в зависимости от образа их жизнь если вас будет интересовать или ребят в эфире будет интересовать а почему то я с удовольствием объяснил саша саша придет автор пришел наш привет пытаемся пообщаться с еще так а давай начнем с того на давай самого простого сейчас интересует вот у тебя какие вообще периоды как ты себе их меряешь что ты пьешь во время этих периодов голодания вода кофе все ничего вот как раз спрашивают некоторых ахметка это какой у него кофе наверное колумбийский черный зеленый чай у меня вызывает неприятное ощущение тошноты я не люблю нагородный на пустой вообще жкт чай мне не нравится ощущение от него безусловно часто ребята задают вопросы по поводу отваров разных все что не ягоды например какие-то травы это да это все не повышает уровень инсулина то есть что мы делаем относительно наших гормонов и отклика до организма на хоть какие-то углеводы если в этом отваре присутствуют какие-то углеводы мы это стараемся опять же вопрос у ребят возникнут кофе до хрена калорий опять часто задается этот вопрос кофе действительно 100 граммов молотого кофе присутствует большое количество калорий 220 мы же не едим его ложкой пьем отвар и там где-то 150 200 граммов америка на 68 калорий которые принципе абсолютно реально удаляются базальным уровнем нашего инсулина и не приводят всплеском поэтому когда мы говорим о нуле калорий кофе проходит слушай то есть ты не меряешь сколько можно выпить сам воды и сколько кофе чая нет никаких ограничений абсолютно абсолютно единственное когда ребята приходят из очень убогого образа жизни в плане ожирение 3 2 уровня либо просто очень много лишнего веса я прошу и в одном из видео я говорю об этом в другом видео мне ребята пишут ты сам себе противоречишь в одном видео я говорю заливаетесь блин водой а в другом видео говорю пейте столько сколько хочется так вот внимательно что заливаться водой нужно тогда когда ты приходишь у тебя ожиревшая печень тебя интоксикация ты тогда ты заливаешься на пг водой первые там 7 10 дней чтобы выметь все это нечисть когда ты уже имеешь опыт ты знаешь как ты себя чувствуешь без пищи вода в тех количествах которых нравится я не фанатею по поводу воды но стараюсь выпивать меньше чем полтора литра в день ну так оно в среднем и получается ну а посмотрим дальше если мы продолжаем тему напитков вот задают вопрос про брони кофе да я тоже думаю что брони кофе конечно на голодание никак не катит вот расскажи свое мнение потому что ребята вот спрашивают об этом замечательно на моем канале опять есть видео с ответом на непосредственно этот вопрос я бронебойный кофе более непробиваемый кофе рекомендую тем людям у которых жопа с голодом то есть это не начинают и вот она чувствует что она сейчас умрю работает мозг она сидит в компьютере за на работе за компьютером и просто голова не варит потому что привык человек годами годами этому завтраку на углеводной основе а если еще расстроен уровень базального инсулина и базального отклика человек просыпается у него уже высокий инсулин как собака палом проснулся инсулин скреты поджелудочная панкресть все куча желудочного что-то с этим делать и люди не соображают как помощник как стартер который дает возможность пройти это первые пять семь восемь десять дней опять это адаптации адаптации к какие-то калории и почему именно кофе на основе кокосового либо в идеале кокосовое и сливочное на масло спито все это потому что масло не поднимает уровень инсулина в этой ситуации периодического голодания заключается в чем заключается в том чтобы не поднять уровень инсулина который в свою очередь у нас идет в разрез с уровнем гормона роста который после сна является повышенным гормон роста это вторичный гормон инсулин это первичный гормон который прибивает все на своем корне только вы поели повысили инсулин все на этом процессе жиросжигания останавливаются организм начинает работать в сторону запаса жира. И вернуться к жиросжиганию можно только тогда, когда инсулин понижается до какого-то базального уровня и нет его в крови. Итак, тогда переходим дальше. У нас как раз вопрос начинает усыпаться на тему все-таки кето и интервальное голодание. Вот давай начнем с того, допустим, какие первые периоды есть в начале кето стоит практиковать? Первые периоды на периодическом голодании и кето это как два испытания для людей, которые, опять же, если человек... Или когда может быть стоит начинать, вот по твоему мнению? Когда стоит начинать кето на ПГ, да? Или нет, скорее всего, на ПГ, на кето. Смотрите, у нас есть, у нас есть две разных вещи, которые люди часто путают. Периодическое голодание это образ жизни и, в принципе, культура. Кето-диета это культура питания, диета, можно сказать, исповедование своих каких-то убеждений в питании. Это две разные вещи, которые люди, если начинают одновременно, это будет тяжело. Да. Это кошмар, сто процентов, ни в коем случае. Лучше я бы советовал сделать следующим образом. Начать практику кето, пройти кетоадаптацию, почувствовать себя хорошо. Когда организм работает на кетонах, все класс, супер, отлично. И дальше вы начинаете отодвигать ваш завтрак, пока он не превратится в обед, и тогда хорошо. Это идеальная схема. Чем в обратном направлении, когда ПГ, они голодные, они нихрена не понимают, как им жить, потому что организм работает только на углеводах. Это вдвойне сложнее. Когда работает организм в кетозе, когда он работает на жирах, тогда один-два приема пищи усваиваются, перевариваются 20 часов, 25 часов. Вот такой стейк говяжий, жирный, закушанный салатом с кучей авокадо, будет перевариваться 20-30 часов. Эти жиры будут давать нам возможность существовать классно, комфортно, супер, отлично. Да, верно. И еще один аспект. Ведь одним из преимуществ перехода на кето, да, и по прохождению процесса кетоадаптации – это отсутствие чувства голода. То есть это больше нас не мучает, и мы можем двигать расписание своих приемов пищи, как нам заблагорассудится. Вот в чем фишка. Именно так. Абсолютно согласен. Абсолютно согласен. И моя ситуация здесь заключается в том, что я делаю, вы знаете, не кето, а палео. Это немножко другое вероисповедание в пище для меня. Для многих не подходит палео. Для моих учениц не подходит палео. Им подходит кето, потому что она поест фруктов, и ее начинает колбасить снова, и хочется есть через 5-6-7-8 часов. Я более плотно, так сказать, отношусь к вопросу голода, и меня он, в принципе, уже не волнует. Даже если он есть, я не сильно на него обращаю внимания. Для меня важен вопрос, какого-то количества углеводов, которые будут давать всплески энергетические, которые я смогу использовать на следующий день, например, с утра. У меня очень много физической активности. То есть я, ребята, которые следят за мной в Инстаграме и на Ютьюбе, видят, я стараюсь бегать 50 км в неделю, я провожу 6-8 тренировок каждый день, маленький ребенок, плавать активно. И еще ролики снимать, еще такой весь активный. Да. И я могу себе позволить вариант палео, даже если он включает в себя излишнее количество фруктов. Повторимся, палео, вот слово палеонтология, да, все, что мы могли найти в виде подкожно-подкожного, господи, подножного корма. Последний, например, ну, возьмем, отрежем там. 200 лет последней человеческой истории мы нахрен отрезаем, все, что было до этого, хорошо, уже пройдет по ссылке палео. Лучше всего, да, это мясо, овощи, фрукты, все, что натуральное, все, что не из коробки, все, что не полуфабрикат. А давай ближе к телу. Так. Соотношение графика приема пищи и периодов физической активности именно у тебя. То есть вот ты проснулся. Сегодня. Расскажи про сегодня. Про сегодня. Давайте возьмем вчера. Давай. Что было сегодня уже? Давай. Виктория, сегодня среда. Сегодня среда, это день, когда я не провожу занятия. Это день, когда я провожу с сыном, это день, когда я провожу в монтаже видео. У меня среда и суббота, это семейные дни. Это не означает, что я ем с утра, это не означает, что я малоактивен, я продолжаю делать. Мы садимся с сыном в коляску и тягачим с ним по двору. Едем за нашей мамой на работу специально на час раньше и гуляем по центру Праги, накатывая, нашагивая. Но, если мы говорим о моем рабочем дне, допустим, вчера или завтра, это будут рабочие дни, я проснулся. Встаю я, в зависимости от того, когда у меня начинаются занятия, либо в 5.40, либо в 6.40 часов утра. Например, тренировки с 7 утра. Я встал в 5.40, собрался, моя сумка верная, в которой... Это не сумка человека, который занимается спортом, мне кажется, это сумка человека, который торгует на радиорынке. Что, там коньки даже? Ну, тут, два штатива, стабилизатор, гимбал, две пары наушников, нахрена я не... Три пары наушников! Проводные AirPods Beats. Это вообще жесть! Короче, это сумка энтузиаста спорта, естественно, сменная какая-то одежда. Вот, я вам сейчас покажу. Вот он. Вот он, мой безызменный друг, который всегда со мной. Термос на 750 миллилитров я завариваю с утра в мокро-кочеварке кофе. Гизерное по-русски называется. И вперед! Тренировки начинаются утром, потом тренировки, консультации, тренировки, консультации. Если всякое тренируешь сам, дальше я всегда стараюсь освободиться где-то в 3-4, снять какой-то видеосюжет. И ты все еще голодный до 3-4, только на кофе? Однозначно, только на кофе и вода. Кофе и вода. 3-4 часа дня, мы продолжаем быть активными к этому моменту. Я либо уже побегал, либо еще собираюсь бегать, тренировки. И где-то в 5, в 5.20 я забираюсь мою супругу с работы, привожу ее домой. Ребенок тра-та-та, в 6.40-7.40 у меня еще тренировки. В 9 вечера я возвращаюсь домой, и потом я ем. После 9 вечера. Каждый день я делаю схему, это получается, называется 23 на 1. 23 часа голода, 1 час мы питаемся. Иногда я делаю, если я освобождаюсь раньше, я поел 8 вечера, 9-10. Вот в это окно я принимаю все мои калории, и дальше, да, на следующий день повторяю. Ну, схема практически от моей не отличается. Я ем 1 раз в сутки, в 12 дня, вот, только я пропускаю субботу, то есть у меня получается 6 приемов пищи в неделю, вот, тренировка у меня утром на пустой желудок, и уже после тренировки я кушаю. Абсолютно согласен. Вот. Тренироваться всегда на голодный желудок намного. Да, в общем, примерно вот такой расклад. Так, хорошо. Давай теперь попробуем немножечко развернуть камеру в сторону наших слушателей. Допустим, я обычный человек, который имеет 3 приема пищи, и там пару перекусов, чай с печеньем, как это заведено. Какие первые шаги мне стоит сделать, чтобы приблизиться к идее интервального голодания без привязки к той диете, которую я практикую? Кето, не кето, не важно. Вот давай поговорим только об интервальном голодании. Какие первые шаги? Первые шаги, которые я бы хотел видеть у человека с классической схемой. 3-4 раза, плюс перекусы. В первую очередь, такие люди, к сожалению, могут похвастаться инсулинорезистентностью. Вне всякого сомнения. Причем, причем с хорошим стажем инсулинорезистентности. Именно так. Именно так. И самая большая тяжесть в предпринятии каких-то движений относительно отодвигания завтрака именно в том, что организм будет их стараться ломать, будет их стараться заставить поесть. Опять же, из-за расстройства полного баланса инсулина и лептинорезистентность. Лептинорезистентность на фоне инсулинорезистентности это неотъемлемая составляющая. Лептинорезистентность, если у ребят будет вопрос, видео на моем канале могут посмотреть. Там я доходчиво объясняю, как работает гормон лептин, как он мобилизирует жировые депо. И здесь есть два варианта. Либо это называется с головой. Человек ныряет, закрыл глаза, напился воды и просто вот он в 4, у него планочка упала, в 4 он не ест, и хоть ты сдохни, до 4 ты держишься. Такой вариант я приветствую больше всего. Вот он помучается день, он может быть даже не помучается. Часто ребята на эмоции, они, блин, круто, я сегодня голодаю, круто, я сегодня голодаю. Такой, джема, прошло время, когда начинают надо кушать, и я не понял, потому что мне, блин, и не хочется есть, и им интересно, и им прикольно. Ребятам, которые привыкли к завтраку, к обеду. А второй вариант, это люди, которые боятся, и они отодвигают 15, 30, 40 минут этот завтрак и начинают мусолить. Это как люди, которые бросают курить и выкуривают по пол сигареты, забычковали, потом докурили, еще чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Это самый сложный. Это с едой реально, с сигаретами нереально, с едой реально отодвигать до тех пор, пока на завтрак не превратится в полудник, в полудник не превратится в обед. Но я приветствую, вот он ест, пускай человек не выходит из своей зоны комфорта. Наша задача, как энтузиастов спорта, людям создать не просто мотивацию и заставить их двигаться, а предложить им вариант, который человек сможет, так сказать, наложить на свой образ жизни. И это не настолько сильно вот все изменит, выведет его из зоны комфорта, когда вот он испугается, продержится на силе воли 3, 4, 5, 6 дней, потом сорвется и нахрен все это сорвало. Наша задача постепенно, так сказать, модернизировать правила и ПГ, и кето, и спорта, вот каждого человека, чтобы это входило в их жизнь и потихоньку менялась жизнь, и они чувствовали себя классно, комфортно, не когда он привык позавтракать и вечером выпить бутылку пива, выкурить там сигарету или не ходить в зал, и тут резко все поменялось, ему срочно нужно все делать, он не понимает, и через неделю, да пошло он нахрен, и 45 смерть от инфаркта, потому что он просто сорвался, когда в 35 он хотел начать, а постепенно, потихоньку. Ха! Это окончание первой части нашей трансляции. Ребята, обязательно сейчас, когда закончится это видео, вот эта кнопка, здесь, нет, здесь, здесь, вот эта кнопка, пожалуйста, нажимайте на нее, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки и смотрите предыдущее видео, друзья. Ааа, меня сейчас нахрен приедут. До следующего выпуска, пока!